Итак, сначала мы посетили продуктовые магазины. Нас порадовало, что предприниматели делают все, чтобы посещение их магазинов было безопасным. Так, пообщавшись с одной из местных предпринимателей, Светланой Александровной Лехота, нам удалось узнать, персонал магазина каждые два часа проводит мероприятие по дезинфекции помещения. Это делается для того, чтобы не допустить распространения вируса. Мы используем меры. Для начала нельзя в магазине, чтобы было большое скопление людей. Повесили таблички на двери, чтобы в магазине было не более трех покупателей. Некоторых это раздражает, некоторые с этим соглашаются. Ну, ничего страшного, приносим свои извинения. Это не мы выдумали, так требует того закон. Ну, также проветриваем, делаем дезинфекцию. Продавцам выдали перчатки, маски. Каждые два часа дезинфицируем, полы моем. Утром начинается с 8 утра. К каждому меряем температуру работнику. Если температура завышенная, вдруг у нас такого не случалось, мы всех предупредили, что на работу могут не приходить, если повышенная температура. Завели тетрадку, ведем такой строгий график. Затем каждые два часа моем, проветриваем, ручки дезинфицируем. Ну, в общем, как можем, стараемся. Так что, уважаемые покупатели, всего полно и крупы, и масла. Правда, цена немножко подрастет, но это не мы виноватые. Все будет предостаточно, и туалетной бумаги, и круп, не паникуйте. Не надо закупать впрок, все будет. После того, как вся страна ушла на длительные выходные, мы обратили внимание, что численность населения на улицах в разы сократилась, что однозначно радует. Пообщавшись с местными жителями, мы узнали, что они выходят лишь по мере необходимости, например, купить необходимые продукты или лекарства в аптеке. Уважаемые жители Матвеева Курганского района, медперсонал делает все, чтобы предотвратить распространение коронавируса, и просят вас перед вынужденных выходных оставаться дома и не посещать многолюдные места без крайней необходимости, не подвергать опасности себя и окружающих. Заместитель главного врача по поликлинической работе, врач-инфекционист Трофименко Екатерина Сергеевна, рассказала нам, какая обстановка в Матвеево-Курганском районе, а также обратилась к жителям. Ну, вы же знаете, да, что по распоряжению губернатора Ростовской области объявлена самоизоляция всеобщая, не только определенных групп риска, но всех людей призывают оставаться дома. В нашем районе случаев новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Есть люди, которые возвращаются из эпиднепрогополучных стран, которых мы наблюдаем. И вот они находятся на самоизоляции в течение 14 дней, выполняют все предписанные им инструкции. Поэтому паниковать сильно не стоит. Самое главное – выполнять все просьбы и распоряжения, которые издают вышестоящие лица, в том числе мы. Мы призываем не приходить лишний раз просто так прогуляться в какие-либо людные места, в том числе в ЦРБ. ЦРБ, конечно же, оказывает экстренную помощь и неотложную помощь, но от плановых консультаций мы просим воздержаться в целях собственного спокойствия. В случае, если вы почувствовали недомогание, высокая температура, кашель, незамедлительно обратитесь к врачу, вызвав скорую медицинскую помощь. Не забудьте сообщить о ваших симптомах. Посещали ли вы территории с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой? Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!